Радио Гостиная. Изысканное общество в уютной студии. 16 часов. Добрый день, друзья. Радио Гостиная открывает двери. За звук отвечает Ирина Латышинская, а вот за атмосферу Оксана Куропаткина. Оксан, привет. Привет. Олег отвечает за общее идеологическое руководство. Чего ты же ты из серии КПСС? Ну ладно. На политических радиостанциях говорят, мы не беседуем о религии. На религиозных радиостанциях говорят, мы не говорим о политике. Константин Эггерт или Константин фон Эггерт, наш сегодняшний гость, беседует, говорит и о религии, и о политике. Раздвоение личности пока как-то не наступило. Константин, добрый день. Добрый день, приветствую. Слушайте, вот вы ведь фон. Откуда фон в Эггерте? Вы знаете, я вам на самом деле в эфире, в основном известен как Константин Эггерт, просто не хочу привлекать внимание каким-то там особенностям своего семейного бытия, своей семейной истории. Я даже, в общем-то, с немецким мои отношения, как у собаки, я больше понимаю, чем могу сказать. Но это, в общем-то, имя, которое я наследую в течение, наверное, уже 14-15 поколений, где-то начиная, первый фон Эггерт жил где-то на границе нынешней Литвы и Латвии в первой половине 16 века. И на самом деле только тогда, когда мне удалось где-то лет 7-8 назад найти более-менее четкое подтверждение каких-то, какого-то своего, так сказать, 14-15 поколений предков, которые были, на самом деле, просто мелкими дворянами сначала в Польско-Литовском княжестве, потом в Восточной Пруссии, которая была частью Польско-Литовского княжества, потом снова в Польско-Литовском княжестве, потом после раздела Польши в Восточной Пруссии и на территории Российской империи. Только после этого я периодически добавляю фон, но это, да, совершенно неважно. То есть вы это исследовали? Да. Я довольно неплохо знаю историю своей семьи. Почему на политических радиостанциях, ну и политических СМИ, не любят говорить о религии, о вере. А если говорят, то у них получается скорее политика, а не вера. Ну, я думаю, потому что на политических радиостанциях главное это политика, и поэтому рано или поздно все сводится к политике. Кроме того, значительная часть религиозной жизни или того, что связано с религией, с верой, это все же действительно политика. Вы не можете говорить об исламе, не упоминая, скажем, об исламском фундаментализме. И, наконец, если мы берем большую часть средств массовой информации, еще не только в России, то очень много журналистов просто не очень хорошо знают что-то о религиозной вере, о христианстве, не только о христианстве, кстати. И это, наверное, сковывает людей, а очень часто, в общем, приводит к повторению каких-то клише, там, набора ошибок. Это я не хочу никаким образом обвинять коллег. Это, в общем, естественный процесс того, что, ну, если ты о чем-то мало знаешь и говорить должен, но невольно у тебя будут какие-то упрощения и, наверное, ошибки. Ну, с Россией более-менее понятно. Тут вот последние 25 лет, 30 лет, штампом уже стало 25 лет, это немало. Но ведь вы работали и на BBC, там-то традиции, там огромные традиции, там с этим лучше. В какой-то степени, да. Ну, скажем, на BBC есть корреспондент по вопросам религии, который целая должность. И он совсем не один. Он, нет, он один, как вот такой главный, но он, когда едет, ну, я не знаю, освещать папский визит куда-то или освещать что-то связанное, там, хорошо, с исламом и так далее, конечно, он привлекает, может привлечь местных сотрудников, которые работают на BBC в той или иной стране, так сказать, у него получается такой более стереоскопический, что ли, эффект, но в целом должность такая одна. И BBC, будучи организацией, конечно, очень уважаемой, но во многом с таким несколько левоцентрическим взглядом на вещи, она интересуется религией, с одной стороны, с другой стороны, очень многие журналисты, будучи людьми, очень такими секулярными, я не скажу, что какими-то, так сказать, уж там страшными атеистами, но просто абсолютно индифферентными по отношению к вопросам веры, христианской веры, они просто многих вещей не знают, я вам проведу пример. Значит, вот я как-то, когда работал на Радио 5, это такая радиостанция, которая вещает только исключительно в прямом эфире, и в основном она занимается такими домашними историями, британскими, она ведь вещает только в Великобритании, это не World Service, не Всемирная служба, и там была такая история про то, как один польский журналист, Ежи Урбан, он бывший, он последний был пресс-секретарь последнего польского коммунистического правительства, он задает журнал еженедельный, кто называется «Не-нет», и в нем он опубликовал статью, в которой очень там нелестно отозвался о папе Иоанне Павле II, который тогда был жив еще. И, в общем-то, на него подали в суд какие-то, я не помню уже даже, кто подал на него в суд в Польше, в общем, был суд. И вот, надо прямо сказать, на BBC интерес к папе и католицизму есть, потому что папа – это всемирные селебрицы, понимаете? И вот молодая девушка-продюсер, лет 30, наверное, по просьбе редактора предоставить мне задание, не могли бы мы проинтервьюировать этого господина, который вот из Польши, которого только что присудили, да, 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 это у господина Урбана. Я звоню в Польшу, узнаю, где находится Урбан, Урбан на обеде, мне говорит, перезвоните через час, через час он готов дать интервью, мы идем в студию. И, значит, вот эта вот девушка мне говорит, вот главный редактор, ну или редактор программы, очень просилась спросить, попросить, чтобы вот этот поляк повторил, как он назвал папу. В статье я сказал, вы уверены, что это нормально по правилам BBC, но мы это потом как-то сбалансируем, бла-бла-бла, ну, короче, неважно, хотите хотите. И это прямой эфир, то есть это вы выпустили, и все. Не-не-не, это запись была, мы пошли записывать, да. И я сажусь, он, естественно, человек старшего поколения, он прекрасно понимает русский язык, я довольно неплохо понимаю, ну, по крайней мере, на таком уровне я понимаю польский, поэтому мы с ним общаемся, я ему задаю вопросы по-русски, он отвечает по-польски. И, значит, рядом сидит эта девушка, которая, ну, я странный русский, которому надо объяснить, что надо делать. И она говорит, вот не забудьте, вот обязательно спросите, спросите, как же он папу-то назвал? Я говорю, да вы не волнуйтесь, спрошу, вот и спрошу, как вы назвали папу, такие ваши статьи. На что Ежурбан говорит, ну, я его назвал Брежнев-Ватикану, да, ватиканский Брежнев. Ну и что? Ну, хорошо, значит, договорили интервью, значит, я закрываю микрофон, и на меня вот эта женщина смотрит со смесью ужаса и восхищения. Я немножко даже поднялся в своих, собственно, глазах, я говорю, она говорит, можно задавать один вопрос? Я говорю, да, пожалуйста. А вы выполнили задание редактора программы? Да, выполнил, да, конечно. И как же, как же назвал папу вот этот поляк, он не могла произнести его имя, я говорю, он назвал его Ватиканским Брежневым. Кем Ватиканским? То есть она не в курсе? Да, девушке 30 лет, она выпускница университета. Так, еще один вопрос, если можно. А на каком языке вы с ним говорили? Я говорю, я с ним говорил на русском. А он вам на каком? Он на каком-то другом вам отвечал. Я говорю, он мне вообще-то отвечал на польском, поскольку мы звонили в Варшаву. Да, а почему вы понимали друг друга? Я говорю, ну, тут я уже немножко припух. Я говорю, well, because it's, you know, it's slavic languages. Злорянские языки? Какие языки? А вы говорите, Папа, Иисус Христос, апостолы. Forget it. Нет, нет, есть, я привяжу пример, конечно, экстремальный. Есть люди, которые хорошо в этом разбираются и так далее. Но вот знаете что? Когда избрали... Папу Ратцингера, то для BBC, для особенно вот людей, которые поехали освещать, поехали в его там родной городок, эту деревню и так далее, они говорят, мы столько должны узнать, какое это причастие. А что такое причастие? А что такое там типа, ну, условно говоря, чем Новый Завет отличается от Ветхого Завета и далее везде. То есть это не проблема BBC, прекрасная организация. Они все осветили прекрасно. Но людям нужно с нуля узнать, что такое Новый Завет. Может быть, плохой спрос рождает плохое предложение? То есть это никому не надо? Может быть, да, светскому обществу просто неинтересны ни религиозные общины, ни вера, ни что-то такое от них оторванное. Ну, значит, светскому обществу интересно, Оксана, то, что это светское общество касается вот в практическом смысле этого слова. Пошли, там, взорвали какие-то психи поезд метро. Почему они это сделали? Значит, ну, тут ведь возникает какая интересная история. И здесь вот мы поговорили перед эфиром, я знаю, что у вас был гостью, значит, вот протеерей сел Чаплин. Он на эту тему тоже очень любит рассуждать. И вот какая история. Здесь я с ним, в такой редкий случай, я согласен. Секулярное общество действительно не понимает, почему идут вот эти люди и там жертвуют собой, взрывают других людей и так далее. Все это ужасно. Потому что значительная часть суперсветского, религиозно-индифферентного, иногда даже враждебного к вере общество не понимает, ну, условно говоря, силу идей. Да, что человек может пойти, что-то сделать за идею. Вот это многим, не всем, но многим трудно понять. Особенно, если эта идея совершенно абстрактная. Там не конкретные права кого-то, чего-то, а абстрактная идея. Это одна из, с моей точки зрения, главных проблем в борьбе с исламизмом. Потому что люди, условно говоря, существует базовое непонимание, кто и почему является твоим врагом. Иными словами, думаешь о том, что ну вот нужно вооружиться, ну вот нужны определенные меры безопасности, но не учитывая, что идея для человека, который стоит против тебя, она оказывается сильнее, и он пойдет на твое оружие, и ему плевать на твое безопасность. Да, да, это вот, я считаю, в освещении исламизма, радикального ислама, исламского терроризма, это вообще одна из главных проблем. А что можно сделать, по вашему мнению, христианскому журналисту или вообще верующему журналисту в такой ситуации? Стоит, не стоит как-то пробиваться сквозь эту стену непонимания глобального? То есть мы, христиане, хотим, чтобы о нас слышали, причем слышали не как о людях, которые что-то такое взрывают. Ну, к счастью, вроде не взрывают. Так, по крайней мере, вы знаете, у меня нет готового ответа на этот вопрос, но мне ясно, что мы живем в очень странное время. Когда, с одной стороны, идет вот эта там секуляризация, о которой, так сказать, ну, так много мы говорим сегодня, с другой стороны, общество сталкивается с проблемой идентичности и самоидентифицирования. Общество начинает понимать, что, скажем, глобализация имеет последствия в том числе и для, не просто для твоего потребления, скажем, или того, как ты работаешь, но и для того, как ты живешь, как ты даже мыслишь в определенной степени. И в этой ситуации верующим человек, конечно, очень сложно, потому что, особенно если мы говорим об аврамических религиях, все-таки есть определенная такая истина, да, есть истинная жизнь, да, говорит Господь. В этом смысле тебе очень трудно, мне кажется, очень трудно жить, понимая, что тебе не просто, ну, условно говоря, противостоят, вот есть какие-то оппоненты. Это вот, кстати, проще, может быть, даже с оппонентами. Я вот лично считаю, что вот батисты наши оппоненты, они на самом деле, это просто тоже форма религиозной веры. Они всегда говорят, что это не так, но это на самом деле именно так. Вот, а когда люди просто не понимают, как сейчас модно говорить, про что это, вот кто этот странный человек, это более, по-моему, это значительно большая проблема, чем встречаться даже, может, с какой-то враждебностью. Ну, пошел он, поговорил с Никоном, с каким-нибудь Александром, поспорил с ним, пошел, чай выпил, не проблема. У него позиция, у тебя позиция, говорит, ты о чем? Это самое сложное. Константин Игорь, сегодня в нашем эфире мы сделаем коротенькую перебивку, после нее, Оксан, твой вопрос. Оставайтесь с нами. Радио Гостиная. Говорим о главном и не только. 8 800 333 17 06. Телефон прямого эфира. Teos.fm сайт, на котором также вы можете нам написать. И мобильное приложение для основных операционных систем, там iOS и Android. Радио Телефон. Константин Игорь сегодня в нашей студии. Я перебил Оксану. Оксан, извини, пожалуйста. Ничего страшного. Спасибо. Я знаю нескольких христианских журналистов, и, на мой взгляд, они идут двумя путями. Либо они пытаются увязать религиозные вопросы с какими-то социальными и политическими, что обществу понятнее. Либо они рассказывают о религиозных общинах из серии, а вот вы знаете, и такие чудаки живут у нас, и такие чудаки живут у нас. И вопрос такой. Считаете ли вы, что такие формы эффективны для пробивания стены непонимания? И второе, может быть, есть еще какой-то третий, четвертый и пятый путь, который журналисты еще не опробовали? Знаете, я там имел счастье общаться с, к сожалению, ныне уже покойным, значит, епископом юридической лютеранской церкви Норвегии Арне Фельдстатом, который очень много делал для именно продвижения идеи этики в масс-медиа, и его фонд, который он основал работать до сих пор. И вот Арне очень интересно говорил об этом, и что мне вот запало, осталось у меня в памяти, это в том числе то, что, конечно, журналист, ну, христианин, например, он не должен работать с проповедником, не должен заменять собой проповедника, да, и заниматься каким-то там, не знаю, действительно празелитизмом, не боюсь этого слова. Что важно на самом деле, ведь там, что важно, нам важно свидетельствовать о Христе в нашей жизни, а это означает, что прежде всего, что мы можем привнести, мы можем привнести определенное этическое видение в наше творчество, даже когда мы пишем о сугубо там секулярных каких-то моментах, или пишем, или вещаем, неважно, говорим. Это номер один. Номер два, мне кажется, все-таки есть какие-то вещи, которые, наверное, для христианского журналиста должны быть важны. И это, ну, например, все-таки история настоящего принижения, если хотите, или даже уничтожения и преследования за религиозную свободу. Если мы посмотрим сегодня, не потому что это единоверцы, но потому что это просто факт жизни. Если мы посмотрим на просто цифры людей, которых преследуют сегодня в мире, это прежде всего христиане. Это христиане Пакистана, это христиане Ирака, это христиане Китая, простите, крупнейшая фактически катакомонная церковь католическая. И вот, наверное, здесь, мне кажется, мы могли бы, и, думаю, нас бы поняли, если бы мы хотя бы поднимали этот вопрос и говорили бы об этом, о том, что это действительно так. Потому что есть куча, буду предельно откровенен, здесь куча фейковых изобретений политической корректности, типа вот мифическая исламофобия. А существует конкретный, хотя, простите, больше всего мусульман убивают именно сами мусульмане, да, кто такие, кого больше всего убивает запрещенная в России организация, с которым мы не будем называть. Это, простите, даже не французов, и не русских, и не англичан, а тех, кто тоже исповедует ислам. И это реально. И об этом тоже, кстати, надо напоминать, потому что это очень важный этический момент. Но если мы говорим о цифрах, то сегодня, на мой взгляд, существует вот эта тема преследования христиан во всем мире, и это не миф, это реальность. Вот мы должны как-то пытаться, мне кажется, пробить эту стену, потому что это не просто потому, что это братья по вере, но потому что это правильно говорить о тех, кого по-настоящему переживает мученичество. А что это для светского общества, по вашему мнению? Это разговор о нарушении чьих-то прав, что как-то вписывается в дискурс? Это разговор о том, что есть какие-то странные люди, которые готовы не только убивать, но и отдавать свою жизнь за идею? Или о чем это тогда? Почему это может их затронуть? А это зависит от аудитории. Мне кажется, с кем вы говорите, тому вы на таком уровне это и объясняете. Но, конечно, я думаю, что идея прав, несомненно, наличствует. Я вообще, кстати, будучи... у меня такой странный довольно подход. Я при всем том, что, надеюсь, все-таки, что могу считать себя верующим человеком, но я не сторонник запретов на что-то. Я считаю, что... Собственно, так оно изначально и было, кстати. Я сторонник максимальной... Я думаю, что это в интересах христиан на самом деле. Максимальная свобода слова. Даже, я бы сказал, радикальный абхатуток. Не, конечно, ведущий в том числе и к появлению в публичной сфере греха и всяких чудовищных вещей, тем не менее. Потому что так все должны иметь возможность высказаться тогда, и христиане будут иметь возможность высказаться. Номер один. Номер два, конечно, я считаю, что необходимо, и это очень связано, да, чтобы люди имели полную возможность свободно практиковать свою веру и не испытывать здесь никаких утеснений. Ну, разумеется, пока это не перетекает в насилие какое-то, просто реально в нарушение, так сказать, УК российского или какого-то другого, неважно. Мне кажется, для... Вот есть тренд в христианстве и вот в России в том числе. Вот давайте запретим. Он, кстати, есть, скажем, в том же Евросоюзе, есть в отдельных там политически корректных регионах Соединенных Штатов. Кажется, его там меньше. Или это просто ощущение? Ну, наверное, в сравнении с Россией меньше, просто другой тип политического режима. То есть в России есть политический режим, все-таки в других местах есть демократия. Совершенно-совершенно можно это обсуждать. Но, понимаете, когда вы начинаете что-то, запрещать какую-то речь, какое-то слово, всегда вопрос, кто в конечном счете является арбитром. Кто арбитр греха, кто арбитр того, что хорошо, что такое плохо. Если вот это язык там или как, язык вражды, да, это называется, да, формально. Если вот... А давайте придумаем еще... А я скажу, что вот это язык вражды. Меня тоже очень сильно задевает. Мы очень далеко можем с этим зайти. Мы можем... Неважно, какое государство хочет регулировать то, что вы хотите сказать. Супер-демократическое, супер-монархическое или супер-авторитарное. Возможно, когда это пытается делать супер-демократическое, это может быть в каком-то смысле даже опаснее. Мы привлекаем к нашей работе студентов и неверующих студентов. Один из студентов мне тут сказал вещь, которая меня просто потрясла. Он говорит, слушайте, а если я в эфире скажу, что бога нет, меня не посадят? А кто должен был сажать? Радио Теос? Да нет. Или любое другое радио, контролирующие органы какие-нибудь не посадят. Не знаю, радио Радонеж-радио. Любое радио вообще, в принципе. Вот. Их же всех слушают. Да. А вопрос еще и в том, что у христиан сегодня в России есть разные имиджи. Зачастую это имидж бракобесия, имидж гонителей, он тоже появляется. И далеко не всегда, далеко не всегда так мягко сказано, этот имидж создается обычными христианами, которые там в церковь в воскресенье приходят. Как, если можно вот что-то, да, вот можно что-то сделать? Обычный слушатель, человек слушает христианское радио. И говорит, я не хочу, чтобы наш имидж был имиджем бракобесов. Ну, смотрите, во-первых, совершенно не ясно, что сегодняшний существующий идеологический заказ на вот этот совершенно, с моей точки зрения, фальшивый консерватизм, который основывается на идейных схемах, спущенных сверху, а не на автономном, независимом выборе человека снизу. Он долго не протянет в историческом плане. Что меня лично волнует, кстати, в этой ситуации, это то, что сегодняшняя навязываемая сверху такая вот эта вот квази-религиозная, на самом деле, какая-то квази-идеология, или, на самом деле, квази-религиозная действительно идеология, она просто очень слабая, очень, с другой стороны, гибкая для того, чтобы тервиться к любым моментам, что эта идеология рано или поздно будет вызывать такое отторжение, что после неизбежных в России политических изменений, которые в какой-то момент все же меняются, приведет к такой, ну, если хотите, обратной волне. Ну, я не хочу ничего сравнивать с там 17-18, каким-то 32-м годом, конечно, этого не будет, мы живем в другом мире, но к активному вытеснению голоса верующих из публичного пространства, к такой секуляризации французского образца, но с российским размахом. Потому что, вот, опять же, если мы посмотрим сейчас на молодых людей, которые входят на акции протеста, я абсолютно уверен, значительную часть этих людей спросить, кто там в школе, в младших курсах высших учебных заведений, скажет, давайте откровенно скажем, очень многие скажут. Надоели попы по телевизору, надоело вот это все, значит, на каждый праздник, там, бесконечные трансляции по ТВ и так далее. И понимаете, что происходит? Где-то, мне кажется, это произошло, где-то, наверное, 6-7 назад, когда прошло 20 лет с момента распада СССР. По крайней мере, в том, что касается я человек православный, хотя с большим числом лютеранских и католических предков. Ну, так сложилось, что я лично кричу от православия. Так вот, мне кажется, следующее произошло. Я уж тут, наверное, говорю как журналист, как историк по образованию. 20 лет после распада СССР общество очень-очень снисходительно, как минимум, а как максимум хорошо относилось к церквям вообще и к православной церкви, как к самой многочисленной конфессии в частности. И многие, что прощались, пострадали, они все-таки такие, очень единственный институт, который более-менее хоть как-то сохранился со времен до 1917 года, да-да-да, давайте, пусть живут. А вот то, что случилось там 6-7 лет назад, когда первый раз были поставлены под сомнение вообще любые иерархические структуры в России, потому что вот эти протесты в шестилетней давности, они были не столько про какие-то конкретные выборы, они были про иерархию, которая немножечко надоела. И что оказалось? В этот момент изменилось отношение части, меньшинства к церкви, в том числе к православной церкви. Ей перестали, к ней перестали быть снисходительными, к ней предъявили требования, которые предъявляют, я не знаю, к президенту, губернаторам, силовикам и так далее. Этот процесс не закончился. Он, это он снова, он по мере развития общества, по мере вступления в жизнь нового поколения, этот процесс будет развиваться. Ответа, я могу вам сказать, я вижу так, я за это очень переживаю, ответа ни у церковной иерархии, ни даже у какой-то активной части верующих нет на это. И я боюсь, что последствия будут не завтра, но будут. Вы говорили про изменение отношения к церкви и о том, что голос верующих надоел многим. Но у меня возникает вопрос, о каких верующих? Можно ли сказать, что голос верующих вообще сильно звучал? Потому что церковное богослужение – это определенный фасад, и это определенные культовые действия, которые мало кому понятны. Но о жизни реальных православных, например, общин, лютеранских или еще каких-либо светского общества, как не знало, так и не знает. То есть, собственно говоря, к чему возникает отторжение? К образу церкви, такому очень купированному и подлакированному? Или к чему? Я думаю, что отторжение, конечно, образа, прежде всего. Я здесь с вами согласен, что люди мало знают о жизни и общине. Более того, скажу, мало знают о том, что действительно очень много дел делается, благотворительности и так далее. Конечно, это там, ну, учитывая традиции России, этого, скажем, меньше, чем это будет в католических странах, например, традиционно католических, или, скажем, в Соединенных Штатах, где просто другая традиция отношения к вере. Но, да, люди об этом не знают. Люди часто не хотят об этом знать. И здесь частично вина наша журналистов, потому что у нас же, как известно, плохая новость — это хорошая новость. Расскажите о конфликте, расскажите о кризисе, вот о том, как что-то хорошее сделает. Об этом рассказать еще надо как-то хорошо. Еще скажешь, значит, что ты тут, понимаешь, что ты рекламу разводишь. И как нельзя рассказать о хорошем опыте предпринимательства, без того, чтобы тебя не заподозрили, и в том, чтобы положил себе в карман, там, иное количество рублей за это. Вот это проблема, Оксана. Я не знаю, что с ней делать. Но эта проблема, конечно, существует. Ясно, что чем больше того, что видный российский, так сказать, христианский публицист Сергей Чепнин назвал «Церковью империи», чем больше этого в телевизоре, чем больше этого на билбордах, тем больше будет ощущение, что у среднего, вот человек, который совсем нечего, который думает, что Святой Николай – это Бог, вот тем больше у него будет ощущение, что это какая-то такая мега-структура, типа, которая вот где-то рядом с Путиным находится, и в которой все тоже есть в бронированных автомобилях, и вообще всеми командует. Такие начальники, но просто в очень своеобразных облачениях. Это в перспективе плохо. Я повторяю, я сегодня убежден в том, что при изменении политической атмосферы и, возможно, через какое-то время политической системы в России, церкви, ну, по крайней мере, точно православной церкви, боюсь, придется не сладко, возможно, это станет для нее временем переосмысления своих отношений с государством и с обществом. Мне бы этого хотелось. Не хотелось бы кризиса, но хотелось бы, чтобы это переосмысление началось как можно раньше, пока еще не поздно. Но мы начинаем путать веру или смешивать веру, религию и церковь. Может ли отчасти быть ответом здесь восприятие людей верующих как такого grassroots movement? То есть вот это вот из народа, родом из народа в нормальном смысле. И, соответственно, ребята, давайте мы переориентируемся, давайте мы покажем людям, что вот вера это не вот про то с куполами, а про это, что в сердце. Или не поймут? Вашими бустами да мед пить. Знаете, где-то понимают, но в целом общество, оно, в общем-то, пока к вере не дифферентно. Я веду программу «Телка на льдоши», которая называется «Трудно быть с Богом». У вас там это по авторскому праву ничего? Ну, вроде нет. Мне не били пока, мне не писали, так сказать, стругацкие, значит, семья стругацких нам не писала ничего. Мне понравилось, как вас эту пунктуацию поставили на одной из конференций. Трудно быть, точка. С Богом. Ну, в общем, я скажу, что я веду вот эту программу. Я вижу, что она, конечно, так постепенно пробивает, что называется, дорогу к определенному, к определенному зрителю, но видно, что она, в общем-то, интересна людям из, ну, трех, прежде всего, общин, это христианская, иудейская, и мусульманская. Да, действительно, это видно по блогам находится, так видно, мы не можем, к сожалению, сказать, кто кликнул на программу. Ну да, у вас там нет уже. Да, так уж все-таки конфессионально мы не делим свою аудиторию. Но мне кажется, она, я ее считаю уникальной, потому что другой такой программы просто нет нигде, ни на одном из российских телеканалов. Но я вижу, что это все-таки пока не очень большое число людей, несмотря на все разговоры о религиозном возрождении в России, я говорю не только о православном. Возрождение это пока скорее носит характер того, что есть такое словечко из такого православного интеллигентского обихода обряда верия. И это, кстати, характерно для мусульман и для иудеев, как я, в общем, выяснил постепенно. Во всех трех общинах этот элемент есть. Они очень разные, конечно, но он есть. И вот про то, чтобы что-то донести про сердце, это время потребуется. Это потребуется время, потому что должны многие вещи измениться, должно, и в том числе, по крайней мере, точно могу вам сказать, в православной церкви должно измениться отношение клира и верующих. Тогда это будет другого типа пример для всех. Не может измениться. Или я пессимист. Ну, кто знает, Господь все может. Но тут у меня другой вопрос. К вере, к организованной российскому обществу действительно равнодушно, но к вопросу смысла оно очень-очень неравнодушно. Я это знаю как религиовед и как человек, который общается с подростками много и тесно. смысл, особенно свой личный, он очень сильно интересует. Но почему-то, почему-то он не связывается никак с религиозной верой. Может быть, попробовать покопать со стороны смысла, а не со стороны веры, церкви и прочих страшных слов. Я целиком за. Но дело в том, как только, это не только российский феномен, конечно, как только вы доходите до разговора о вере, то очень часто это пришло к нам далеко не даже там из постсоветских, даже и не с советских времен, с досоветских. Очень часто вот те молодые люди, с которыми вы говорите, которые, ну, наверное, претендуют на какую-то интеллектуальную роль в жизни, получают какое-то образование и так далее, они говорят, а, вы знаете, ну, это вообще все не важно. Вообще не важно, что это. Вот православный или там иудей. У меня вера в душе. Да. Это такой очень популярный, и ты, знаете, и юноша, и девушки, и тетеньки, и дяденьки. Я это слышал столько раз в своей жизни. А я очень духовный. Ну, как, я же знаю, у меня вера в душе есть, я вот ее тут несу, как огонь, да. Я, конечно, не хочу этих людей каким-то образом там унижать и так далее, но, знаете, очень часто это попытка такого самовнушения без создания, ну, если хотите, какой-то шкалы, по которой ты себя реально должен судить. Это может быть шкала, которая создана иерархия, это может быть шкала, создана общиной, но шкала есть, потому что нужно зеркало, которое ты можешь посмотреть. Когда ты говоришь, что я такой высокодуховный в себе вот прям несу весь такой небесный огонь, вот, то, ну, и что, и хорошо, но ты же классный с самого начала уже, все задано, что к тебе вообще ничего не может прилипнуть. И я бы сказал, что это большая проблема вот в этой борьбе за смысл. нужно, видимо, показывать и то, как это требует, ну, с одной стороны, как это требует какой-то духовной и душевной работы, как это требует занять какую-то позицию в жизни часто, и одновременно какую радость это может принести. Но ведь группа ВКонтакте, которую я мониторю тоже по долгу службы, это куча предложений по самопознанию, саморазвитию, эзотерике и прочим и прочим вещам, и там предлагается набор алгоритмов, которые, собственно, тебя духовно возращивают. Это все хрень, сразу могу вам сказать. это понятное дело. Я здесь про другое. Это фраза для описания передачи. С этим я согласна, но тут дело-то в другом, что у людей, судя по тому, что их много и что они в этих группах активны, не вызывает отторжения подход, что духовная работа, работа над собой, это такая же работа, как там по поддержанию своего физического состояния, телесной красоты, карьера и прочего. Почему вызывает отторжение духовная работа, которую просто нужно перенести в рамки какой-то общины? Думаю, что это связано с, ну, ответ какой-то, видимо, лежит на поверхности, но я не философ, наверное, есть какие-то, может быть, другие более серьезные объяснения. Мне кажется, что современный урбанизированный человек, который живет довольно такой независимый именно автономной жизнью, он привык выбирать. И как он выбирает себе, там, я не знаю, носки, айфон или ипотеку, он точно так же относится к духовному, он хочет чувствовать себя свободным в этом выборе и хочет, при желании, что-то менять, и это, конечно, хорошо, но с точки зрения, хорошо, что человек свободен, что-то выбирает, что-то ничего не навязывает, здорово, но с точки зрения все-таки христианской, где у тебя есть, ты в какой-то степени добровольно на себя принимаешь определенные ограничения, это вот, так сказать, скакание от православной магии, так сказать, дорого и эффективно, вот это, это, вот эти скачки, и так далее, это же, ну как, это неправильно, да, мы хотим жить с Богом, пытаемся жить с Богом и чувствовать его присутствие в нашей жизни, и это предполагает иногда крайне трудные и трудно понимаемые окружающими вещи, вот что важно, я как раз, я, собственно, сегодня прилетел, утром приехал к вам, ну, не сказать, что из аэропорта, но я несколько часов назад приземлился в Москве, и я летел довольно долго, и по пути я смотрел кино в самолете, которое там было в выборе, и это кино, которое называется «Хэкс Оридж», про, собственно, если я ошибаюсь, он 2007-го дня, конкретный совершенно человек, Дос, по фамилии Дос, который в войну принципиально не хотел брать оружие и пошел медбратом, он пережил очень много унижений из-за этого и так далее, в результате стал героем. Такая очень типичная американская история, но... По закону совести. По закону совести, да, по-русски называется по закону совести. Да, 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 да. Фильм Мэлла Гибсона. Да, но это, конечно, мог снять, так сказать, он снят совершенно ясно с каких позиций, но вот так посмотришь, это герой, но это герой, следовать которому, если ты захочешь когда-то, ну, пусть даже в ограниченных обстоятельствах нашей очень такой спокойной, на самом деле, или мирной жизни, это требует гигантского напряжения. Значительно проще прочитать книжку про йогу, чем сказать нет. Вот самое, вот знаете как, я как, для меня самое сложное, я понимаю, что одна из самых сложных вещей в жизни вообще говорить нет. И для христианина тоже надо уметь иногда говорить нет, там говорить нет греху, говорить нет тому, что неправильно, говорить самое главное против общественного мнения. А, кстати, скажу вам, в, ну, я не знаю, в городской среде, в городской образованной среде, не хочу это назвать интеллектуал, просто в городской образованной среде. Ведь тоже существуют свои стереотипы, и против этих стереотипов, потому что это среда, в которой мы живем, идти очень сложно. И ты с этим сталкиваешься, и, конечно, я прекрасно понимаю, людям тяжело. Константин Эйгарт сегодня в нашей студии. Я понимаю, друзья, что вы заслушались, но все же у вас есть последние 12 минут, чтобы задать свой вопрос. Сайт teos.fm, мобильное приложение Radio Teos или телефон 8 800 333 17 06. В этой истории отвержения, ну, или, ну, такого условного, но все же, да, отвержения христианства, такого, как на обычном уровне, на человеческом уровне, не на официальном уровне. Нет ли здесь вины самих христиан, когда мы пытаемся, говоря о чем-то с христианской точки зрения, упрощать? Ну, ты молись, ходи в церковь, и все хорошо будет. Если что нехорошо будет, то мы скажем, ну, и там запретят, и хорошо будет. И вообще христианство, это вот так классно, если бы все были христианами, все было бы здорово. Уход от болезненных вопросов и отказ от даже желания с христианской точки зрения эти вопросы как-то осмысливать. Да, конечно, я соглашусь, такой элемент есть, это то, что называлось в нашем недавнем марксистском прошлом таким ленинским словечком идеологическое начетничество. То есть, да, пошел, вот скажи, попастись посильнее, там 859 раз отчитаю Ченаш, и что-то там случится с тобой хорошее. Возможно. Я не хочу как-то принижать, в общем, какие-то элементы самодисциплины, но очень часто, да, вот эта формализация, но это, по сути дела, при жизни тоже самый обряд. Это что такое вот, ну, какое-то мантрообразие какое-то. Но, знаете, я как-то помню, был такой момент, когда еще был митрополит Антоний Сурожский, жив. Я, он проводил в Лондоне, как раз тогда работал на BBC, и он в Лондоне проводил такие по четвергам беседы о вере. И это было где-то там часов в 6-7 тысячи могли после работы прийти, и вот он беседовал. Тогда они есть в записи, их можно посмотреть. И я помню, как а это православная среда, пусть это и британская православная среда, но она все-таки очень большое внимание уделяется. Там, молитва слову, псалтирии, там, житиям святых, чтению разных молитв, даже действительно гигантский корпус текстов. Включайте, которые обязательно. Например, утренние, вечерные, молитвенные правила. Вот кто-то, я помню, спросил Владыку Антония, скажите, пожалуйста, Владыка, ну, вот если ей начинаешь на утренние правила хотя бы года три подряд, вот, ты выучил наизусть, вообще многие молитвы перестают работать просто потому, что их повторяешь так часто. Он сказал, вы знаете, если вы это чувствуете, ну, не молитесь даже какое-то время, не читайте это правило. Возьмите какую-то любую, ну, возьмите какой-то любой текст молитвы, который, например, или, пожалуйста, Евангелие всегда имеется, и почитайте это, почитайте то, что в вашей душе сейчас будет хорошо. Ну, там, я, например, люблю читать Великопостные молитвы Ефрема Серина, когда, 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 мне как-то вот тоже, так сказать, не хочется что-то повторять. Не часто, конечно, стараюсь дисциплинировать, но тем не менее. И мне кажется, вот этот подход все-таки к тому, что душа человека что-то просит, особенно если человек живет внутри церкви уже, к этому надо относиться, наверное, ну, да, как-то чутко, но это зависит и от общины, и от священства, у кого в тех общинах, где есть священство, а трудно, ну, потому что, потому что, скажем, если мы берем священство, то понятно, у людей масса вещей, которые они должны делать, они теперь отчеты пишут в православной церкви, например, там, тоннами, вот, письменная там работа с заключенными, работа с детьми, там, еще какая-нибудь там, значит, миссия и все прочее, ну, трудно, но, конечно, поиск нужен, какой-то поиск, там, персональный, вот я банально скажу, конечно, личного отношения к человеку, и мне, кстати, кажется, что мы можем, вот, когда к нам кто-то обращается за какой-то помощью, поддержкой, добрым словом, ну, посидеть, особенно те из нас, кто уже относительно взрослые, иногда просто вот с каким-то человеком посидеть, порассуждать, что в твоей жизни так, что не так, может быть, а вот ты так смотрел на это, может быть, тебе иначе посмотреть, может быть, ты здесь вот заблудил, может быть, ты слишком циничен, может быть, а может быть, так не надо, российское общество отравлено индивидуализмом в сочетании с чудовищным цинизмом, это самое главное, на мой взгляд, вообще главная проблема страны, мы тоже можем что-то сделать, ну, посмотрите, что, я с этим сталкиваюсь очень часто, как журналист, уверен, что и вы, все журналисты продажные, а, хорошо, не продажные, все равно у вас есть хозяин, он всегда будет говорить, что делать, а, никто никогда ничего не делает, кроме как за деньги, а, Трампу проплатили выборы, и поэтому он выиграл, он не мог выиграть просто так, неважно, а Хиллари выиграл, мы сказали, в Хиллари проплатили выборы, там, я не знаю, этим Ротшильды, а этим Лаудеры, русское общество, у которого, это не я говорю, это социологический след, в том числе, кстати, Левада-центр очень хороший есть, русское общество живет в условиях, когда никто никому не доверяет, кроме самого ближнего круга, и, если, скажем, в столичных городах, вообще, там, в городах-миллионниках, есть некая информационная среда, более-менее насыщенная, есть какое-то лучшее понимание, там, может быть, от своих прав, есть какие-то каналы воздействия, ну, канал крикнуть, если у тебя беда, то, там, в городе, где сто тысяч живет людей, то, этого совсем нет, вот люди живут, в общем-то, глядя там, в телевизор, просматривая первый канал, и им, хотя, да, пожалуйста, интернет сегодня есть и в провинции, но, люди не очень хотят, на самом деле, знать правду, потому что, если они узнают, что на самом деле можно жить иначе, придется делать для себя, выводы, что с твоей жизнью не так, а значительно проще думать, что вот так все живут, никто ничего не делает никогда просто так, то есть, либо есть палка, которую тебе, ну, что-то грозят, либо есть какой-то материальный интерес, материальная выгода, никому доверять нельзя, потому что все наколят, это, мне кажется, это очень многие люди так живут, мне кажется, это одна из проблем, в том числе, связанных с гражданской активностью в России, и с благотворительностью, и с целым рядом вещей, которые, и с религиозной жизнью, потому что проще пойти отбить 20 поклонов, и там какие-нибудь там, я не знаю, совершить еще магические действия, но не предпринимать внутренние усилия, я, слушайте, я так же могу про себя сказать, я очень плохой верующий, но мы вынуждены смотреть, что происходит вокруг, это наша работа, и, оценивать. Для меня это главная проблема сегодняшнего российского общества, это разобщенность и цинизм, который очень часто еще подкрепляется к конспирологии, которая тоже вокруг нас очень много. Говорить о вере в секулярном мире, это как идти по минному полю, что оппоненты скажут, что ты мракобес, свои скажут, что ты неправильно веришь, неверно кланяешься. Еретик. И да, еретик. Как сами это проходите? Часто критикуют? Ну да, понимаете, в православной среде тоже есть свои разделения, естественно, и эти разделения очень часто касаются не там взглядов на непосредственно жизнь православной общины православных верующих в России. Ну, конечно, под этим очень часто лежит политическая подоплека. И вот это несогласие с какими-то подходами, положениями, ныне популярными, спускаемыми сверху, связанными как бы с церковью империи. Если ты не согласен, то ты плохой верующий. Ну да, кто-то так считает, и плохой русский еще вдобавку скажут. Понимаете... Если ты не православный, то вообще не русский. Это... Ну, я думаю, что это все-таки нюансировано, для кого-то так. Но все же, честно сказать, с такой вот тупость я совсем уж не... Лично мне это никто никогда не бросал. А плохой русский, потому что ты не любишь власть, как правило. Да. А это, знаете, как такой момент, который... Вот то, что связано с церковью, точно так же это относится ко всей истории с патриотизмом. Как ты любишь свою страну? Ты ее любишь, ассоциируя ее, ну, скажем, с текущей властью? Или ты ее любишь, даже иногда, говоря о ней какие-то горькие вещи? Да, это вечный русский вопрос. Не я ее поставил. Я умру, он будет продолжать стоять на повестке дня. Но аналогичное внутри общины происходит, конечно. Ты не такой, ты должен вот соответствовать, а соответствовать, как правило. Ты должен каким-то внешним идеологическим конструктам. И очень часто... Кстати, на эту тему мы делали очень интересную программу, которая должна выйти на дожди, которая посвящена как раз, условно говоря, выносу ссоры из избы. Вот нужно ли нам говорить о том, что вот у нас там воровство есть, у нас есть какие-нибудь там в церкви алкаши и так далее, да, или там люди, которые ездят на... Конечно, если не говорить, все равно люди будут знать. Вот, об этом люди будут знать. Но стоит ли самим об этом говорить, как об этом говорить? Вот есть, скажем, опыт католической церкви с скандалом, с педофилом. Тоже, кстати, неоднозначная история, потому что, наверное, можно предположить, что огромное число прозревших, особенно в Соединенных Штатах с их судебной системой, внезапно вспомнивших о том, что с ними такое нехорошее процессовое, возможно, действительно интересовались не все, но кто-то, наверное, интересовался денежным вопросом тоже. аргумент, который приводит к католике. Циник. Ну, я не циник, но я журналист. А, значит, но, 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 на самом деле, если серьезно говорить, это же вопрос, в том числе, взгляда в будущее, вопрос о том, готовы ли мы говорить о том, что у нас нехорошо. С моей точки зрения, в долгосрочной перспективе, это правильно. Не только потому, что так нам правду завещал Господь, но и потому, что, и тут я опять прозвучу, я критиковал цинизм, опять прозвучу. 20 секунд. Бывший корпоративный пиарщик, недолго. Лучше самому рассказать плохое о себе, чем это расскажут о тебе другие. Очень простое правило. Константин Эггерт был сегодня в нашей радиогостиной. Оксана Куропаткина. Оксана, как тебе? Мне хорошо. Спасибо вам большое, что заглянули. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова